Привет, ребята! Это Madcore и курс Control Paint. Сегодня мы будем рисовать цветом малый эскиз. Так я обычно называю это упражнение – малый набросок. Слева фотоматериал, справа небольшое полотно. Цель упражнения в том, чтобы передать цвета с фотографии на своем наброске, не пользуясь инструментом Color Picking – определение цвета. Мы работаем только на нашем небольшом эскизе. Есть много причин, чтобы работать в небольших масштабах. Раньше мы говорили о том, что это позволяет работать быстро и создавать пиктограммы. В этот раз мы работаем на крайне маленьком полотне, чтобы не отвлекаться на остальные детали. Мы заняты прежде всего цветом. Мне нужно внимательно оценить цвета на фотографии и передать их на мое полотно. У меня нет цели нарисовать красивую репродукцию этой фотографии, мне лишь нужно как можно точнее передать оригинальные цвета. Если вы хорошо знакомы с курсом Control Paint, то должны знать, что я люблю разбивать крупные неподъемные цели на мелкие и куда более выполнимые задачи. Этим мы и занимаемся в нашем видео. Наша цель вовсе не конечный эскиз. Нам важнее научиться рисовать цветом на полотне и передавать цвет как можно точнее. Поэтому уменьшив размер полотна до самого крохотного, я могу сконцентрироваться на моей основной цели. С технической точки зрения я делаю все то же, что и при обычном рисовании. Скажем, я использую слои, поэтому их количество увеличивается по мере работы. Я активно пользуюсь и ластиком, и кистью. Также я включил все рабочие слои в маску слоев. Так я не могу не опасаться, что мои мозги выйдут за пределы полотна. Но все эти технические детали не так уж и важны. Все то же самое мы могли бы сделать и с акриловыми масками и с обычным полотном. Важнее всего то, что вы бы передавали цвета вручную при помощи вашего воображения. Это на самом деле труднее, чем кажется. Если честно, трудно четкими терминами объяснить, что я делаю в этом упражнении. Это одно из тех упражнений, которые чрезвычайно зависят от количества повторений. Я должен сказать, что большинство цветов я сначала убираю достаточно приблизительно. Как только я наношу на полотно несколько цветов, которые более или менее соответствуют оригиналу, то сразу добавляю более светлые или темные оттенки. Ну или немного меняю оттенок. Вот я открываю инструмент Color Picking и слегка передвигаю метку, меняя цвет. Я часто меняю оттенки цвета, но лишь слегка. Меняю насыщенность. Так мне проще подготовить палитру для работы. Так как все основные цвета у меня уже подобраны в самом начале, поэтому мне остается лишь подкорректировать их после. Еще одна причина работать на таком маленьком полотне. Так работа идет гораздо быстрее. Так как у меня большой опыт в рисовании, работа у меня идет быстро. А вот этот набросок у меня ушло около пяти минут. У вас, скорее всего, уйдет больше времени, но не стоит переживать. Важно, однако, понимать, что если решите сделать свое полотно больше, например, того же самого масштаба, то на работу у вас уйдет просто уйма времени. Поэтому по отношению к другим работам небольшой набросок должен выйти у вас куда быстрее. Это здорово. Вы можете нарисовать этот эскиз как разогрев перед настоящей работой. Или если у вас есть, скажем, час, вы можете нарисовать несколько эскизов. Мне самому очень нравится рисовать подобные наброски, так как во время работы мне не нужно беспокоиться о конечном результате. Я не стараюсь нарисовать миниатюру изображения. Я просто стараюсь точно передать цвета. И что очень интересно, как только вы начинаете рисовать, вы учитесь определенным вещам. Если в дальнейшем вам захочется сделать еще один более детальный набросок, или же вы замахнетесь на полноразмерную иллюстрацию, то весь ваш опыт, приобретенный во время работы над первым наброском, воплотится и в дальнейших рисунках. Ваш мозг запомнил и сохранил в себе знание о том, как работает цвет в тех или иных ситуациях. Когда вы приступите к работе над следующим рисунком, вы просто будете использовать уже выработанные навыки. Но это работает только в том случае, если вы много практикуетесь. Не рассчитывайте, что спустя 20 минут работы вы станете спецом по цвету. Нет, так у вас результата не будет. Так как мы не стремимся к тому, чтобы нарисовать точную миниатюру, то есть смысл в конце работы подвести итог, отметить, что удалось, а что нет. В конце я еще раз сравниваю оригинал и миниатюру, чтобы понять, где же я ошибся. Это особенно легко сделать, когда оригинал и ваша работа, они на одном экране. Вот это здорово. Над этими ошибками вы сможете поработать в следующий раз. Я, к примеру, вижу, что вода на моем рисунке светлее, чем на оригинале, и она должна сильнее контрастировать с небом. Поэтому в будущем я постараюсь сильнее отделить воду от неба. Но суть в том, что я уже кое-чему научился, а это заняло у меня всего лишь 5 минут времени. Поэтому, если вы хотите, действительно хотите улучшить навык работы с цветом, принимайтесь за малые наброски. Спасибо за ваше внимание.